В последнюю субботу месяца состоялся традиционный расширенный прием главы Славянского района в детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья». За помощью к Рамону Синюковскому, его заместителям и руководителям структурных подразделений администрации обратилось более 60 человек. Подробности в первом материале выпуска. Основные проблемы, с которыми жители обратились к районной власти за помощью, касались земельных вопросов, социальной сферы и отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Анна Пивоварова пришла к главе района с просьбой об установке пандуса к жилому дому по улице Ковтюха, 27. Она инвалид первой группы и по состоянию своего здоровья с трудом преодолевает расстояние с четвертого этажа на первый. Анна также согласна на обмен жилья на квартиру в другом доме. Сегодня вообще идет направление инвалидам создавать условия. Следующий обход когда будет, чтобы я обязательно попал, посмотрел, что там они делают. И мы тогда уже с Васильевичем приняли решение. Или можно действительно позаниматься по обмену. С вопросом о выделении земельного участка для многодетной семьи обратилась жительница хутора Беликов Кировского сельского поселения Мария Река. Ее дочь Оксана Максимович сама воспитывает троих детей. Младшему всего два месяца. Жить на съемной квартире ей трудно в материальном плане. Роман Иванович поручил своему заместителю по вопросам экономического развития Валентину Отрошко детальнее разобраться в вопросе и в ближайшее время выделить земельный участок. Пообещали вроде при Кубанском. Вроде должен решиться. Ну посмотрим. Расширенный прием длился в течение нескольких часов. По всем прозвучавшим обращениям дали славянцам необходимые разъяснения. Вопросы, требующие длительного решения, поставлены на контроль главы. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События».